Всем привет дорогие друзья, с вами я Александр Спиваков и сегодня мой специально приглашенный гость Евгений перспективный молодой новый репатриант, который немножко сейчас сам про себя расскажет. Ну а перед началом этого видео хочу попросить вас подписаться на полезные телеграм-группы, которые будут в описании к этому видео и в закрепленном комментарии к этому видео. Не забывайте также оставлять свою обратную связь в виде комментариев, вопросов, будем стараться на них отвечать в наших видео. Это например рубрика допросы репатрианта подразумевала конечно же то, что мы сегодня выйдем в прямой эфир, но как вы видите я переехал в другую квартиру и интернет здесь очень сильно пингует, и поэтому у нас нет возможности поддерживать в хорошем качестве трансляцию без провалов и обрывов. Поэтому записываем вам то, что мы сегодня хотели до вас донести в формате рубрики, теперь еще одной, или в формате не стрим. То есть мы одним дублем все это записываем. Жень, ну пару слов о себе расскажи. Привет, Саш. Привет. Спасибо большое, что пригласил на эфир. На самом деле это огромная возможность любому репатрианту, даже такому простому, как я, высказаться, рассказать о своей истории. Тем более она очень интересная. Поскольку, постольку. Я расскажу немножко о себе. Я молодой репатриант из России. Приехал не так давно, уже полгода, как я в Израиле нахожусь, и сразу приехал в Хайфу. Потрясающий город. И я надеюсь, буду открывать еще больше и больше интересных здесь мест. За это время я успел разобраться в некоторых вопросах касательно жизни репатриантов. Да, и мы сегодня разберем четыре из этих, да, таких основных сфер. И, наверное, первое и основное, я знаю, что у тебя есть жена, которая осталась в России. И сейчас у тебя идет процесс ее забрать сюда. Расскажи, что за программа, какие подводные камни, какие нюансы. И расскажи вообще, с какими ты лично трудностями столкнулся на этом пути. И делал бы ты опять так же, как ты сейчас сделал, или все-таки что-то поменял. Расскажи об этом. Я понял вопрос. На самом деле, очень большое количество людей сталкиваются постоянно с проблемой при репатриации именно семейных пар. То есть у кого-то идут осложнения из-за детей, у кого-то браку меньше одного года, у кого-то, наоборот, очень много, у кого-то могут быть разводы и так далее, и так далее, и так далее. Конкретно твоя ситуация? В моем случае программа, по которой я сейчас перетягиваю свою жену из России сюда, это программа Ступро. Привет. Она меня смотрит. И это не очень легкая программа, и мы пошли на этот шаг, как мы тогда думали, уже обдуманно. Но столкнувшись со многими проблемами, с многими подводными камнями, я могу сказать, что можно было бы поступать совсем иначе. Что именно ты имеешь в виду? Буквально обрисую, в общем, без деталей каких-то объяснил. Смотрите, программа Ступро под собой подразумевает пятилетняя долгая продолжительная контроль МВД над вами. То есть ежегодно ты ходишь в МВД, подаешь документы на супруга иностранца, вы проходите интервью, вам могут звонить, вам могут писать, могут приходить на дом с проверкой, что где вы живете ли вместе. То есть случаи, история знает вообще абсолютно разные случаи прохождения Ступро, и плюс это все очень неудобно начинается в самом начале. То есть первый же этап моей жене, в данном случае у меня супруга, она не может въехать в страну Израиль, пока ей МВД не сделало разрешение. В такой ситуации я въезжаю в первую страну, делаю здесь документы на нее, подаю онлайн-форму, плачу большие деньги, и сейчас это порядка тысячи шекелей, чтобы просто заполнить анкету, и мое дело начали рассматривать. И дальше я ожидаю еще 90 дней, пока мне первый раз ответят. Мои онки это только начнут рассматривать. После этого ответа приходит некое коррекционное письмо, говорят, исправьте этот документ, исправьте тот, у вас там не хватает этого. И вы в еще ускоренном режиме, увидев первое сообщение, наконец, от этого МВД, начинаете судорожно собирать то, чего не хватает. Дальше вам стоит уже ограниченный срок 45 дней. Это время, отведенное на работу над ошибками, над вашими документами. Вы эти все документы отправляете повторно, и после этого анкета берется на рассмотрение, и назначается уже первое собеседование, при котором супруг первый приходит в МВД, показывает оригиналы, они сверяют, что подавалось, что есть по факту, и уже потом выдают или не дают приглашение для супруга. Все другие варианты, попробовать супругу завести как туристку, а потом здесь с ней оформлять эти вещи, они как пользуются спросом и эффективностью, такие комбинации. Потому что я знаю, что есть люди, которые так пробовали сделать, и супругов их разворачивали, и это еще больше усугубляло потом в дальнейшем процесс соединения семьи. Да, все верно. По закону Израиля супруг не имеет права въезжать в страну сюда, пока не рассмотрены документы. Да, то есть надо делать все там. Все нужно делать сразу. Как положено. Все верно. Недавно, не так давно, в октябре месяце, была сделана небольшая поправка от старой управляющей палаты дипломатов в Израиле, что супругам сейчас можно, иностранцам с супругом въезжать в Израиль можно. Но данная поправка подразумевает, что на въезде вы должны заплатить гарантийное обеспечение своего супруга. Это порядка 30 тысяч шекелей. Это очень круглая сумма, порядка 10 тысяч долларов по нынешнему курсу, и не все они ее имеют сразу сходу. 8-800 где-то. Да, да. В этом случае эти деньги вы сможете вернуть только тогда, когда вы пройдете проверку на ТИФ, а это еще приблизительно полгода. Или может больше. Да. То есть деньги заплатить всегда очень легко. Вернуть их здесь... Давай подытожим из всего, что мы сказали. В большинстве случаев, каким путем, на твой взгляд, теперь ты имеешь какой-то опыт, лучше всего сразу идти? Сейчас существует для молодых пар, для свежего брака, прекрасная программа, называется «Свежий брак». Это для тех пар, у которых браку меньше года, и еще никто из них не имеет документы, но один из супругов имеет право на репатриацию. В этом случае 5 лет сокращается до 2-х, пакет документов приблизительно такой же, как и при ступро, как и при обычной репатриации. То есть все те же самые справки, несудимости и так далее. Но в этом случае вас уже рассматривают как свежий брак, к вам относятся более лояльно, вся программа более человечная, если так можно сказать. И самое главное, вы вместе. И самое ключевое, это самый большой плюс, вы приезжаете уже своей полноценной семьей, потому что когда один из супругов находится здесь, второй там. Поэтому мониторьте, узнавайте, выбирайте. Да. Успехов вам в этом. Любите друг друга, да, не расставайтесь, будьте всегда вместе. Семья – это главное. Да, хуй. Ну и давай следующую тему с тобой затронем. Давай выбор Хайфа. Что тебя вообще побудило, почему не Тель-Авив, почему не Нария, не Краёты, именно Хайфу ты заехал. Нам здесь часа не хватит, чтобы разобраться, но постарались как можно короче. Именно почему? Потому, потому, потому. Хайфа – третий город по величине. Так бы начался стандартный какой-нибудь блогерский обзор. Да, или ответ. Да. Но Хайфа – действительно большой город, треть по величине в Израиле после Иерусалима и Тель-Авива. И тот, и другой город, они прекрасны по своей составляющей, по своему разнообразию, по своей истории. И вообще весь Израиль очень разный. Твои ощущения, вот ты приехал, сейчас живешь здесь, как тебе, зашло, не зашло, потому что, ну, как бы, тем более ты живешь в районе не супер, там, каком-то привилегированном, да. Об этом поговорим позже. Да, и не суперплохом. Ну, вот, как тебе? Хайфа – уникальный город. В нем есть огромное количество плюсов, которыми я аргументировал свой переезд конкретно сюда. Да, и почему я начал репатриацию отсюда. Во-первых, в Хайфе самое большое количество русскоговорящих репатриантов. То есть даже за момент репатриации 22-го года в Хайфе приехало больше, там, 10% от общего количества репатриантов в Израиле. Это порядка 8-9 тысяч репатриантов. Это очень много. Потому что алия вот этих годов, она соизмерима с алией 90-х. И здесь, в Хайфе, действительно, зная только русский язык, вы не пропадете. То есть вы всегда найдете людей, которые понимают, которые помогут. Этим Израиль вообще уникален. Люди… Ну или наоборот скажут, тут вы и пропадете в этом же русском языке, сваритесь. Да, это скорее для людей более возрастного порядка. Да. Кто боится каких-то языковых барьеров, там, 50-60 плюс, не переживайте. Вы найдете свой… А коли я беседер. Кен. Кенах младшап медобрим. Мама цап бахаим по. А не ми веним иврит, а ва ля не ле мидабай ртов. Зобеседер, лят-лят. Окей, ну а сегодня у нас русский будет такой обзор. Будем обходить иврит, потому что я только два вопроса смогу ответить на иврит. Бенкомата. Ифу Шерутин. Квойни, квойни. Вот. Посмеялись, конечно. Да, это такое жизненное. Я хотел тебе сказать, что вот по хайфе здесь, да? Да. Ну а что, многие говорят, тут мусор, все грязное. Да, да, да. Это разбитое, вот это, вот это. И у меня есть к этому очень… Это невозможно, это не… Это как же так? Очень важный комментарий, то, с каким предрасположениями люди едут в Израиль вообще. Чего вы ждете? И чего вы хотите? Искать недостатки. Да, если вы едете просто тыкнуть, сказать, о, а у них здесь грязно, а у них это плохо. А у нас там было хорошо. Вы найдете, да, вы найдете, куда тыкнуть пальцем. Да, скорость вашей депрессии, которая вас накроет. Она только будет возрастать, и это плохой путь. И концентрация ее укрепляться, да. Этот путь ведет никуда, поэтому зарядитесь позитивной энергией, если вы еще находитесь не в Израиле. Здесь не обращать внимание на какие-то мелочи, потому что сейчас тут на каждую мелочь обращать внимание, кто как-то плохо, некрасиво на дороге себя повел или еще что-то сделал. Думайте о том, что вы приедете и сделаете только лучше. Да. Потому что каждый человек, который приезжает и чуть-чуть улучшает Израиль своим поведением, своим примером, мы так вместе создадим большое культурное общество. Даже каждый должен смотреть за собой в первую очередь. Да, начинаем с себя. Ну, вот и поговорим. Вот и про хайфу. Нет, кстати, по хайфе, да. Вернемся к этому вопросу. Почему хайфа? И сразу начну прям накидывать аргументы. Сразу, транспорт. Есть. В хайфе транспорт, есть метрониты, которые ходят по выходным, шаббат. Фуникулеры. Фуникулеры. Метро. Метро, это кармелит, это такое маленькое метро, вагончик, который едет наверх в гору и туда-обратно, и все. То есть, метро в гору, это же такого вообще, не знаю, даже в Америке, по-моему, такого нет. Да, да. Первое, транспорт. Второе, здесь очень широкая программа по структурам государственным. То есть, МВД, например, МИСРАТ, АПНИМ, МИСРАТ, 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 МВД, они все находятся в одном месте. Они большие по сравнению с теми, которые в мелких городах. Да. Идет постоянная запись, постоянное общение. Кураторы отвечают с максимальной скоростью, потому что, скажу, у меня был опыт общения с кураторами Нитании, это было затяжнее. Ну, и даже центр, конечно. Да, там у них намного выше загрузка и намного дольше происходит общение. В хайфе все очень просто в этом вопросе. Есть свои сложности, но это вызвано какими-то личными моментами. Понятно. Если вы человек нормальный, то... Проблем в хайфе нет. Проблем в хайфе нет. В хайфе все... На самом деле они тоже есть, но видите, просто все зависит от настроя. Видно, что у Жени настрой позитивный, поэтому ему все легко дается. Хотя на самом деле, ребята, это нелегко, и нужно и побегать, и нужно где-то какие-то моменты, то ли ты неправильно понял, то неправильно поняли тебя, и тебе не то ответили, и ты пришел не в то время, не туда, куда надо. Это тоже бывает, стресс какой-то, да, но ничего с этим не сделаешь. Это, как говорит мой коллега по работе, рабочие моменты, никуда от них не уйдешь, но с другой стороны заострять на них внимание тоже не стоит. Вам придется заново учиться ходить. Да. Ну, давай к ульпану, наверное, перейдем. Да, следующий важный шаг. У тебя интересная история, ты хронологию полностью расскажи, и что вот, как ты по ульпану, что скажешь, какой ульпан лучше, давай сформирую так, какой ульпан лучше, государственный или частный, потому что у тебя была возможность в этих двух ульпанах получить, расскажи. Да, начнем с того, что самое главное в Израиле – это выучить иврит, и на этом акцентируют внимание все. И у нас, как у репатриантов, есть возможность учить иврит несколькими этапами или разными способами. Один из таких является обучение в государственном ульпане, второй – это обучение в частных ульпанах. Называются они частными, поскольку это несколько маленьких школ, которые предоставляют группы небольшие, по 8 человек, по 7, когда-как, и это дневные и вечерние занятия 3 раза в неделю. Сначала вы оплачиваете это обучение вперед, и дальше по программе ваучера от Али вы можете эти деньги вернуть. Везде это стандартно около 7500 шекелей. Вы разбиваете там платежи, платите, подаете документ своему куратору, деньги вам возвращаются. Когда ты заканчиваешь этот ульпан, получаешь диплом? Да, очень важно, что при обучении в частном ульпане вы должны соблюдать посещаемость 80%, не меньше 80%, а также сдать итоговый экзамен. Это также является некой мотивацией вернуть свои деньги, это и поддержка, которая должна вас дисциплинировать в вашем изучении языка. Потому что делать домашние задания, мы все это не любим, но это надо, это действительно помогает. Ну вот от такой академической информации об этом ульпане, мог бы ты сравнить его с ульпаном? Да, это я рассказал про частные варианты обучения. Также есть у нас государственные ульпаны. Есть разного рода программы, одна из них является, в которой учусь я, это программа ульпана Эйцион. Это программа от Сахнута. Ее сразу предлагают людям, которые репетрируются из страны исхода. Ульпан Эйцион считается по всему Израилю, у него статус одного из лучших ульпанов. Это очень важно, потому что многие люди едут в Хайфу конкретно ради этого ульпана. Но и у этой программы есть свои нюансы. Эта программа актуальна для людей от 20 до 35 лет. Там не будет людей, скажем так, сильно молодого возраста и сильно немолодого. Да, те, у кого и бизнесменов, и бизнес-ледей. Да, это большой ульпан с большой историей, потрясающими преподавателями и хорошей программой. При ульпане есть также общежитие. Об местах, где можно жить и об общежитии поговорим чуть позже. Сейчас конкретно по образованию. Есть ульпаны ЦИОН от Сахнута, есть государственные ульпаны. И все это городские курсы, где группы по 30 человек. И где идет обучение 5 дней в неделю, интенсив, по 5 часов. Это как ходить в школу. То есть вы в течение 5 месяцев должны постоянно приходить, посещать, делать уроки, общаться. Именно такое погружение с ежедневным общением с преподавателями, с коллегами, однокурсниками, одноклассниками, называйте как хотите, оно позволяет... Улучшить качество изучения иврита. Безусловно, да. Поэтому, что бы я посоветовал, и как я могу проанализировать оба эти варианта, если вы в начале этапа, приезжая сюда, не имеете работы или каких-то важных дел... Ну, как в своем случае было. Да. Если вы свободны, если вы нацелены на изучение иврита, если вы собираетесь здесь оставаться, если вы хотите выучить этот иврит и разговаривать с соседями о том, почему у них шумят после десяти, музыка громко, почему там мусор кто-то не выкинул, или договориться в банке об открытии счета, учим иврит, берем государственные курсы и погружаемся с головой. Второй вариант частный. Когда три дня в неделю, удачно тем, что вы действительно... Остальные три дня вы можете посвящать работе, если она у вас уже есть. Вы можете посвящать походам в поликлинике или в министерство ходить собирать бумаги. В общем, это для тех, кто действительно уже нашел работу, кто едет сюда целенаправленно, и ему нужен иврит, хотя бы алиф, и просто чтобы буквы различать. Ну да. Здесь бы я посоветовал, конечно, частные ульпаны. Также частные ульпаны имеют специальные программы, то есть это курсы. Курс бухгалтерского учета, курс медицинского, то есть такие ваучеры тоже есть. Специальный иврит, да? Да, это уже специализированный иврит, но это тоже направлено для тех, кто... Дальше хочет двигаться. Кто хочет двигаться дальше. Это тоже очень популярно и очень актуально для людей, которые пререносят свою работу сюда, в Израиль, и продолжать здесь развиваться, легализовать ее надо необходимо. Надо учить язык, там словесные оборотики. Спасибо, это понятно. Беседер. Да. И, ну, теперь давай вопрос, житья-бытья, да. Где жить? В каких квартирах ты живешь в так называемом кондоминимуме? Да, апартаменты. Это апартаменты. Приятное слово апартаменты. Да. Они за поничь были такие на самом деле. На самом деле я не могу... Это мы говорим о формате квартир, которые, в принципе, у меня есть, и познакомились мы с Женей. Он снимает квартиру у нас. Да, Александр, спасибо большое. На самом деле вы очень помогли на первых этапах, когда вот так вот приезжаешь в Израиль, смотришь на все, что здесь происходит, и такой... Что предлагают на рынке. Да, и думаешь, куда я попал. Это вот как раз к вопросу, с какими ожиданиями вы едете в Израиль. Ну да. Тут я допустил колоссальную ошибку, но быстро переобулся. Это тоже надо уметь, кстати. Да. И вот я понял, что больших ожиданий не должно быть. Нужно... Все в наших руках, и я в какой-то момент пересмотрел многие моменты жизни в Израиле, стал относиться к чему-то проще, к чему-то, может быть, наоборот, более трепетно. Но касательно квартиры, это маленький апартамент, нацеленный на одного... Сколько ты сейчас плачешь? Две с половиной. Две... Не две четыреста. Две четыреста. Ну, я округляю. Не, вот даже аварит, вот каждый из тушекеля. Но тут же есть и две двести, есть и две пятьсот, и две пятьсот. Ну, сейчас таких цен, как у тебя, нету. Сейчас все, все дороже. Ну, вот получается, что... Две три ста шикеля. У нас получается... Ты приехал, когда еще эту учетную ставку не подняли. Сейчас подняли учетную ставку, подняли цены на электричество, на воду, на Орнону, и теперь все хозяева в один голос там сразу плюс двести, плюс триста шекелей. По-любому. Поэтому... Рынок не стоит на месте, это действительно так. Цены тоже не стоят на месте. Да, высокие. Финансовый кризис по всему миру дает себе знать, и Центробанк Израиля тоже не молчит. Не исключение. Да. Произошла индексация цен на 4% с первого февраля. Что, подняла? Ой, с первого января, прошу прощения. Пересчитали. Пересчитали уже, и даже вот анкета, которую я платил у нас за Ступро, за жену, стоила 940, сейчас стало стоить 970. То есть все государственные услуги... Удивительно, что на транспорте это не отразилось, я думаю... Пока еще. Пока еще, наверное, да. 5,5 шекелей проезд на автобусе, в любую точку. Как был, так и остался. Когда я еще 6 лет назад приезжал, по-моему, так же было. Или даже дороже 6 было. Да, но в новостях действительно была такая информация про индексацию цен. По твоей квартире, что ты в принципе можешь сказать? Это небольшие апартаменты, ты платишь только за квартиру, туда включены все коммунальные платежи. Да. Вот ты сейчас там пожил, да, там есть у тебя ремонт, да, у тебя там мебель, но дом не новый, район средний, и не хороший, не плохой, средний. Да, средний, нормальный, средний, нормальный. Золотая середина такая. Да. И вот, как-то у тебя есть уже планы на следующий год, исходя из того, что ты уже больше знаешь хайфу, какой формат жилья выбрать, и какой район выбрать? Расскажи, и почему. Да, хочу сказать, что мы в обзоре написали в названии сегодняшнего ютуба «Где жить в начале». Очень важно в начале, потому что данные апартаменты отлично подходят для обосноваться вот где-то, встать на ноги, осмотреться вокруг и поездить по стране, поездить, может быть, в другие города. Кому-то откликнется Твери возле озера Кеневит, кто-то больше захочет в Тель-Авив. То есть данные апартаменты подразумевают под собой продукт под ключ. То есть вы платите деньги и получаете уже сразу готовый «Заходи живи». «Заходи живи». Есть и плита, и мебель, и вода, и электричество оплачено, и по сути это снимает большое количество головняка. Ты оттуда теперь не уедешь? Все, я остался. Я теперь там пропишусь. Да, да. Договорюсь с хозяином. Если бы так можно было. На самом деле квартира отвечает полностью минимальным требованиям человека. Да. Жена сейчас приедет. Следующий год. Где ты хочешь жить? Ну приедет жена, будем с женой решать. Она же тоже должна посмотреть. Нет, я шучу. Еще у них вот там же остаемся. Да, да, да. Теперь она смотрится. Еще по второму кругу. Безусловно, живя в Израиле, хочется смотреть на море. В Хайфи потрясающая набережная со стороны Ховкармель. Да. Хочется, возможно, жить в том районе. Это, получается, район Шар-Алия. Шпринцах. Кириат-Элизер. Там чуть, если еще походи пешком, тоже туда выйдешь. Да. Там хорошие районы. Бат-Галим. Ну, Бат-Галим, я не знаю. Бат-Галим. Он сырой. Очень. И шумный. Потому что, получается, с одной стороны железка, с другой стороны вода шумит, и дорога, и там все такое. И студенты движуха. Постоянно. Регулярно. Вот о чем. Приезжайте, звоните, мы вам покажем, где движуха. Да. И они тут... Мы не нужны для этого. Поэтому, да, если рассматривать какие-то приятные районы... Приморские, а краюты ты не рассматриваешь? Краюты меньше. Безусловно, в краютах есть один плюс. Перед хайфой это плоскость. Вот честно. Это плюс или минус? Это плюс. Для меня это минус. А когда ходишь по плоскости, у тебя ноги не забиваются каждый день. Я вообще особо долго не хожу. С такой машины я бы тоже не ходил. Да какая там машина. Хочется, конечно, возможно, где-то... Опять же, иметь какую-то почву под ногами. Ну да. Скажу за себя. Поэтому есть два варианта, которые мне интересны. Это что-то ближе к морю в Ридишплинцеха. Либо это самый верх горы. Тоже потрясающе красивые места. Это уже кармелит. Кармель. 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 Вот еще не все выучил. И там ровная тоже такая поверхность. Очень хороший район здесь у Александра, где вы проживаете. Да. В данный момент. Вообще потрясающий. Да. Можно так сказать, и тут. Это район... Район... Район Навиша-Анана. Навиша-Анан. Навиша-Анан. Хорошее место. И я заметил здесь очень много выходцев из СНГ. И тут нету тоже гор. Ты заметил тут все прямо. Да. Да-да-да-да. То есть я чуть-чуть не добрался. Я чуть ниже на улицу Ядлобаним. Да. Я вот так тут выхожу. Смотрю на... На Олимп. И жду. Жду, когда пригласят. Время. А-а-а. Да. Какие еще есть варианты? Опять же, если люди едут по репатриации через Сахнутую, например, в Ульпан-Цион, он имеет общежитие. Да. Которая предоставляет места как семейным парам, а... Без детьми? Без детей только, да? Без детей. Без детьми... Уже кибуцы. Полный. Нет.